Канил, такая пресс-конференция получилась опять немножко странная, мне кажется? Ну, наверное, все думали, что они сейчас встанут в рукопашную на сцене драться. Это было бы уже, ну, слишком, мне кажется, заезжено. То есть, может, было тогда вообще уже не собираться, они могли встретиться где-нибудь в отеле, подраться. Это можно было заснять на камеру и сказать, они опять подрались. Да нет, здесь сегодня пресс-конференция, это возможность поговорить и услышать там, например, каждого из них за один день до боя. Такой же возможности уже больше не будет. Она больше для этой цели делалась. То есть, каких-то горячих кадров мы не ждали. Вот если взять такое время перед боем, то Магомед Исмаилов, ну, в принципе, в своем стиле там общался с журналистами, как ты давал интервью довольно много, а Владимир, наоборот, он прям закрылся за все время подготовки, вышло там одно, по-моему, видео с ним, вот как ты считаешь, кто сделал больше для того, чтобы этот бой стал интересен вот за этот период времени, с тех пор, как его анонсировали? Вот с момента анонса, да, ну, я думаю, здесь примерно 50-50, потому что там 24 декабря произошла та самая легендарная драка, вот она сильно подогрела, и мне кажется, что мы на этой инерции проехали до самого боя. Потому что больше вот с 24 декабря никакой там остроты, сколько, 9 месяцев прошло, 8, не было. Но уже все было сделано, все, они уже как два маэстро, знаете, они сыграли и отошли, все, а дальше вот, а музыка еще летит, вот, и завтра финальная сессия, скажем так. То есть оба сделали одинаково, с момента анонса, если говорить, а так уже, кто больше сделал, чтобы этот бой состоялся, это уже совсем другая история. А что Мага сказал сразу по фейс-фейс? Может, ты говорил вам? Ты слишком? Не, у меня, я сказал, ты слишком что-то расслаблен, что-то такое. Что-то такое. Ничего важного. Нет, нет, ничего такого, то есть ему так подзадоривал его. Камил, вы сказали, что не может быть ничьей, а как это технически будет сделано? Вот судьи цифрами, ну, карточками выставить ничью там 47-47, что будет дальше? Блин, хороший вопрос, но должен будет объявлен победителем, потому что титульный бой, на кону пояс. Ну, бывали же в титульных боях ничьи, вот Криво дрался с Стивеном Токсом. Ну, вот это тоже вопрос. Может быть, и в этом случае, например, ничья, а пояс остается у чемпиона, да? Просто я почему спрашиваю, я хорошо помню бой Бекарев-Амиров, и вот это закончилось 20-минутными разбирательствами, вы сказали, никто не берет инициативу. Ну, вот завтра же мы можем опять столкнуться с чем-то таким. Думали ли вы, что будет, если вы поймете, что по карточкам ничья? Я знаю, что делаю вообще в таких случаях. Во-первых, я говорю, отойдите от судей, а во-вторых, я судьям говорю, принимайте решение. Ну, они для этого там, и как сказал когда-то, вот это легендарный трефери наш британец. Марк Медрих? Да, Марк сказал, не может быть ничей. Если судьи говорят ничья, это булшит. Победитель все равно всегда есть. Так он говорит, кто-то сделал больше. Можно еще позвать Майербека Хассиева на бой, он быстро примет решение. Ну, Майербек, он в свое время этим, скажем так, баловался, да, что он постоянно комментировал судейские решения. И даже, по-моему, что-то было, что изменяло их, да, как-то вот так. Хотя в последнее время, по-моему, только комментировал, что он говорил, что вот там, вот это неправда, вы все видели, что-то было в бою, там, кабардинец, пацан дрался. Вот, Коков, что ли, бой Свартанян, что-то такое. Что, ну, Майербека, он, как бы, довольно своеобразный человек, но, может, за это мы его и любим. А какой самой большой ставки на этот бой вы слышали? Ну, так кто-то говорил, для прикола скидал чек. По-моему, сейчас миллиончик кто-то поставил. Знаете, на кого? Блин, вот не знаю, кто на миллиончик, миллиончик человек поставил. Он даже написал, на миллион поставил. Самый дорогой проданный билет? По-моему, 300 тысяч. Вот сейчас за 500 уже билеты появились. Самые такие плохие, что ли, билеты продавались по цене 25 тысяч рублей. А как вообще будет выглядеть аудитория этого турнира, вот, которая себе покупает нехорошие билеты за 25 тысяч рублей? Понимаете, вот, тут тоже вот зачем это делается? Например, если бы мы могли собирать 5 тысяч человек в зале, то цена была бы гораздо гуманнее. Это просто фильтр, определенный фильтр. Поставить цены по 5 тысяч, их купили бы спекулянты, и потом также точно продавали бы их на улице. Вот и все, лупили бы в три конца. Поэтому цена 25 тысяч – это просто для того, чтобы установить некий там барьер. И кто в зале-то будет, получается? Контингент, так скажем. Если сравнить, например, с турниром... Ну, смотри, я вот знаю там ребят, пацаны там с Дагестана, да, ну, они, конечно, 25 тысяч там, может, никогда мы не отдали, но у них есть там старший брат, дядя, который купил сразу там 10 билетов и раздал там пацанам. Все равно тот же контингент. Просто сюда они, они в любом случае приедут, так как бы, да, и дядю уговорят, скажем так. Приглашен ли Хабиб и приедет ли он, если приглашен? Да, Хабиб, он будет в Сочи, по-моему, уже завтра, потому что у них же на следующий день турнир FC. И я думаю, что Хабиб на главный бой придет. Ему не надо билет покупать. Ну, Хабиб – это гость, которого рады видеть, мне кажется, в любом промоушене, не говоря уже о таких дружественных, как наш. Что у Владимира с рукой? Это как совсем в проброс прошла новость, но он сказал опять, что вот опять акромиал, он называет это и как-то забылось продивать. Месяц назад была небольшая травма, вот небольшая, но я вот в этих вещах так немножко вредный человек. Я сразу, когда спортсмен про травму говорит, я ему сразу вопрос задаю. Значит ли это, что ты не готов? Я Вова искал, он говорит, мне нужно три дня, чтобы понять. Через три дня позвонил, говорит, вроде все нормально. Ну, все. То есть после этого боя Вова не сможет, например, сказать, что он не был готов на 100%. В прошлый раз, да, он мог, потому что это известный факт, что с одной рукой была серьезная проблема. А здесь все оба в полной боевой готовности. Говорил ли что-то Абдулманаб Нурмагомедов о том, кто выиграет Риванов в свое время? Ну, нет, не говорил, не говорил. Он и по этому бою всегда говорил, что все очень близко. И даже у нас вот были споры уже много лет, но не много лет, год прошел с момента, как они подрались. Мы снова этот бой смотрели, снова там спорили. И соглашались друг с другом, и потом переубеждали друг друга, я помню. То есть к этому бою Абдулманаб был неравнодушным, он его считал на самом деле. Ну, отчасти и своим тоже. Это же так и было. Он считал, что Магомед выиграл, да? Разное время было. В итоге было, что он Магомед. Потом какой-то раунд пересмотрел. И в итоге он пришел к решению, что ничья – это справедливо. Камил, на пресс-конференции называли цифру миллион долларов. Насколько я понял, это общий бюджет боя. Общий, это все общий. Да, а как он в процентном соотношении распределяет? Сколько на гонорары? На гонорары половина. Половина денег – это гонорары. Остальные деньги – это все остальное. Это и рекламная компания беспрецедентная, которая здесь запустила казино, и какие-то технические расходы, люди, перелеты, гостиницы. Ну, все же, это, сами понимаете, Сочи – это не дешевый город. Сейчас покормить здесь человека даже в пять раз больше надо заплатить. Для организации это самые прибыльные бои в старе. И на такие парадоксальные вещи случаются. Маленький турнир, маленький, на нем как бы заработали. В деньгах. А удовлетворение эмоционального ты не получаешь. Понимаете, о чем я говорю? Вроде вот заработал там. А есть большой турнир, и вроде в моменте ты даже в минусе. Но эффект приходит позже. Он наступает позже. Потому что это новые рынки, новые партнеры, монетизация какая-то, справ там и так далее. Поэтому, ну, я же думаю, что все-таки с коммерческой точки зрения это будет очень успешный проект. Один из самых успешных. Их первый бой. Вот просто пример. Помните Федора Емеляенко против Мальдоната? Мы тогда пристроились миллионов на 35 деньгами. 35. Мы говорили, 5 миллионов долларов. Мы на 35 миллионов рублей пристроились тогда. Потому курсы, это я минус имел. А, пристроились в смысле, что не отбили деньги. И вот, казалось бы, такой убыток, да, абсурд, с одной стороны. А, с другой стороны, эффект от этого боя, он наступает до сих пор. Еще есть какие-то люди, которые помнят компанию, идентифицируют нас по этому бою. Ну, что он что-то говорит, даже просмотры в Ютьюбе до сих пор как бы растут, растут. Там, конечно, невеликие деньги, вы это знаете не хуже меня. Поэтому здесь тоже. Главное, что это есть и что мы хотя бы не в минусах. Первый турнир удивил тем, что в гостях, например, находился Филипп Киркоров. А кто будет в гостях в этот раз? Из представителей шоу-бизнеса, да? Вообще, да. Известные люди. Может быть, Рамзан Кадыров пролетит? Ну, Рамзан Ахматович не проявлял интерес к этому турниру. Ну, не, он, наверное, посмотрит, потому что в любом случае он же любит ММА. Мы же все понимаем, что он следит за основными событиями. А кто проявлял? Викторию Боню проявлял. Она вот все бросила, прыгнула в самолет, выставила пост, говорит, лечу, я это не могу пропустить. Ну, это как пример, ты задал вопрос, я тебе вот говорю. С Хабибом не сажать. Викторию с Хабибом? Ну, там такого нет антагонизма. Хабиб же не критиковал там весь шоу-бизнес. Он больше даже мужиков в шоу-бизнесе критиковал. А Виктория Боня записывала видео в его поддержку. Назвала братом. Назвала братом. Я просто напомню. А можно уточнить, вот мы с Сашей обратили внимание на Магу в 2016 году, как, возможно, на первого кавказца, кто не побоялся шутить, смеяться над собой и быть ироничным. У вас нет ощущения, что вот ему 36, ему осталось 1-2 боя, а за ним пустота. То есть нового такого не появилось. И это большая потеря и большая проблема. Тут, знаете, в чем еще дело, Мага, он, у него просто база изначально хорошая. В чем она? Он родился в Нижнем Тагиле, да, то есть он какую-то культуру, кроме дагестанской, еще в любом случае получил, даже на уровне рождения. Он живет в Москве уже очень давно, да, общался с ребятами абсолютно разных национальностей. Вот, то есть сейчас взять человек, который живет в Дагестане, и ждать от него того же, что сотворил Мага, будет на самом деле довольно сложно. Вот возьмем, к примеру, Шара Буллета, да, вот, Шарабудин, да. У него же как бы есть потенциал, он такой интересный, он там в попу ММА дерется и так далее. Но Шаре может элементарно, может быть, может быть, я не знаю там его бэкграунд, может ему и образования может не хватить. Или там какой-то непосредственности. И живет он в Махачкале, например, где каждый может подойти и сказать, эй, братан, ты так не делай, ну, как бы, да, это неприемлемо, к примеру. А в Москве не делают так люди, правильно? И у Магомеда больше простора было. Поэтому ощущение, что после магии, как говорится, немножко выжженная земля есть, но здесь поп ММА тоже спасает. Там как бы сейчас открылись эти, как бы, ворота, да, вот. И все это рвануло, и оттуда будут какие-то ребята, например, в классические ММА заходить. Беспокоит ли Камила Гаджиева, как видного представителя Дагестана, атака на дагестанцев в СМИ? И атаки дагестанцев, ну, которые подсвечиваются в СМИ? Ну, так, конечно, покоробило немножко. Вот, чего уж тут я с утра захожу в Яндекс, там, видео троих дагестанцев, избивавших, так далее. Я даже не стал скрывать своего по этому поводу негатива. Ну, я и журналисты понимаю, вот, например, как они должны сказать, как-то же они должны этих людей назвать, да. Можно было сказать, там, трех хулиганов, кавказская национальность, чуть-чуть более лайтово бы это было. Даже просто и кавказцы скажи, уже полегче. Вот, поэтому меня в этом контексте обеспокоило. А так, кто виноват? Понятно, кто, в первую очередь, виноваты эти люди, которые это сделали. Во вторую очередь, те, кто это распедалил, там, и пошло-поехало. Ну, вот, это, конечно, уже, ну, уже из каждого утюга это все летит, и уже хочется быстрее забыть. Но вам не кажется, что они недополучили осуждение как раз от земляков. То есть, Михаил Ефремов, ну, был осуждаем очень многими русскими, нерусскими, кем угодно еще. А вот они как раз... А знаешь, кто все испортил? Как раз таки те, кто вот в этом контексте начал эту историю преподносить. И дагестанцы, получается, встали на защиту не этих ребят, а стали на защиту самих себя. Где-то подсознательно, где-то сознательно. То есть, если бы было написано «три кавказца», то наши люди или наши СМИ сами быстро бы установили, что это дагестанцы, и сказали бы «какой позор». А тут, получается, ты вынужден как бы обороняться. Потом еще пост Хабиба про Конора, да, и мы все время как бы в позиции обороны. И кажется, что мы их защищаем. Ну, мы дагестанцы. А мы их-то не защищаем. Ну, как бы, я не знаю, как можно найти хоть один аргумент в их защиту. Ну, их просто не существует. Давайте прямо скажем. Но здесь уже другое. Мы говорим «да, с ними все понятно, но». И вот это «но», и всем кажется, что их уже защитили. Понимаете? Как бы уже не до них было. А так, любого спроси дагестанцы. Как ты оцениваешь их поведение? Любой скажет «да, это позор». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...